здравствуйте мои дорогие друзья мои подписчики дамы и господа роман головин с вами сегодня хотел бы с вами поговорить о молодости как сохранить максимально долгую молодость первое это естественно генетически то есть когда ваши родители молода выглядели до старости значит и вы будете молода выглядеть то есть гены они играют большое значение плюс программа которая у вас прописана и таким образом это уже 50 процентов успехов есть люди у которых в программе прописано что они рано облысить должны там появиться морщины должны рано такой такая анатомия тела скелета как бы да то есть сам по себе уже человек ну короткий подбородок там шея быстрее здесь будет складки образовываться жировые отложения и так далее есть люди которые красиво всегда выглядит есть люди с возрастом более красивые становятся есть люди которые меньше есть хотят то есть когда человек изначально но никогда особо есть не хочет и не надо стремиться поправиться потому что чем больше человек есть тем естественно сложнее организму переработать пищу больше отравляется организм со временем и накапливаются различные соединения в организме назовем их так кто-то говорит шлаки токсины там те вещества которые не нужны организму в основном они откладываются жировой ткани в сосудах но если уже это все заполняется уже откладывается и в органы поэтому с каждым годом питание экология становится все опаснее вот вреднее надо об этом тоже задумываться и стараться все-таки много не есть по возможности я тоже люблю поесть я всегда это говорил и говорю не буду говорить всегда себя надо сдерживать неважно на сырый день я находился на веганстве там либо просто когда-то питался обычной пищей как бы то есть мне это всегда доставляла большие проблемы то есть в жесткой форме себя надо ограничивать всегда есть наблюдение очень много когда при смене питания люди выглядят просто потрясающе то есть это факт когда человек на сыроедение находится 20-30 лет чем он раньше перешел на сыроедение тем ему легче будет в дальнейшем то есть у него меньше болезней будет лучше кожа будет выглядеть больше коллагена и человек более подтянутый будет то есть когда стандартная масса тела то есть не играет постоянно масса тела то больше то меньше вот если взять допустим да можете посмотреть мои предыдущие видеоролики когда я только начинал снимать я там сильно похудела видно как кожа прямо висит когда за короткий промежуток времени до похудел и прямо морщины большие такие глубокие появились такой нездоровый вид тела на тот момент мне казалось что я там все я идеально выгляжу там я вообще там супер-пупер там и когда ходил на массаж там у нас там одна знакомая была массаж не делала когда еще за границы жил год вот у тебя кожа прямо идеально лоснится как бы да вот я заметила что только в основном у спортсменов такая кожа на самом деле не в этом дело и когда и питание плюс спорт там прямо трогаешь прям приятно как бы очень сильно отличалась вид кожа от других людей обычных которые приходили вот естественно со временем когда там тебе 70 80 лет то есть большая разница большие люди очень молодо будут выглядеть то есть это реальный факт и так оно и будет когда люди прибегают пластическим операциям это просто фантик сверху да там подтянули кожу разгладили там и так далее сделали пилинги какие-то да можно делать пилинги поверхностные средний и глубокие пилинги могут естественно глубокие там они уже под наблюдением естественно реаниматолога проводится энстезиолога и так далее в зимний период осенний когда солнца мало что пятна не появлялись на лице и так далее либо лазер лазерные пилинги есть механические пилинги много вариантов есть но это лишь фантик когда мы смотрим что мы кладем в рот просто задумайтесь что в будущем вы просто будьте очень классно выглядеть когда вам 70 представляете вы идете по улице выглядеть как 35-летняя женщина или мужчина как бы вокруг вас ваша одноклассники там да либо одногодки которые с вами в одном дворе живут там они глубокие бабушки уже будут выглядеть да вы будете идеально выглядеть и всегда когда вы идеально выглядите у вас всегда есть возможность легче заработать на своем теле да там реклама какая-то там видеоблогинг и так далее то есть уже своим внешним видом человек себя привлекает я уже говорил про себя много раз я бы тоже хотел бы собой заниматься до с утра до вечера питаться и ездить по магазинам искать что там более полезно и правильно ездить по магазинам смотреть что-то более правильное полезное там выискивает а куча времени уходит не во всех еще региональных городах есть эти магазины поэтому когда мы выбираем скажем так какие-то моменты в жизни то всегда понимаем чем мы жертвами в этой ситуации чем жертва другой ситуации либо там не занимаемся семьей там либо мало работаем занимаемся собой то есть надо понимать всегда есть приоритета много работаешь плохо выглядишь много стрессов плохо выглядишь мало спишь плохо выглядишь не успеваешь нормально поесть качественной пищи плохо выглядит что все взаимосвязано в этой жизни хороший сон в темной комнате, проветренное помещение, меньше стрессов, общаться с теми людьми, которые вам нравятся, заниматься теми делами, которые вам нравятся. То есть, представляете, все вот это подобрать правильно. Естественно, скажем так, на территории России это часто затруднительно, особенно в региональных городах, либо кто в деревне живет, это сложно. Конечно, на Западе в этом плане здорово, все очень много разных магазинов, сыроических, веганских везде существует. У нас тоже это стало все появляться, интернет-магазины, кстати, очень удобно через интернет-магазины, я в последнее время все больше и больше начинаю заказы делать. Очень удобно, классно, купил там, привезли, в руки отдали и не тратишь время, за этот период времени там можно кучу дел переделать, нежели там ездить, там где-то что-то искать. Массажи, например, если какие-то делать, там лица, тела, там опять же надо понимать, что должна защита от кармы ставить, что вы ее не нарабатывали. Умеренные нагрузки, плавание в бассейне, там вы плаваете, во-первых, вода массажирует тело, раз. Какие-то спорты, они вредны, они изнашивают ваш организм, когда много занимаетесь спортом, тяжело занимаетесь, износ организма идет. Физкультура, там ходьба в лесу, там по дорожкам, там скандинавская ходьба. Легкая физкультура, фитнес легкий, йога, вообще классно, особенно йога вообще и в плане развития духовного, и в плане того, чтобы за телом следить. Когда вы питаетесь, находитесь на сырых день, именно на сырых день, я вообще про фрукты, не говорю фрукторианство, я в последнее время вообще не видел кому оно прописано, почти никому. Это надо жить в какой-то стране как бы, чтобы на фруктах сидеть. Мышцы такие становятся эластичные как бы, да, то есть без, скажем, когда ты кушаешь грубую пищу неправильную, да, у тебя как-то рука даже сгибается, скованность какая-то в суставах, то есть вот пища вот растительная, она делает все эластичные, подвижные там, да, в любые стороны все загибается. Я, например, даже вот сколько я себя помню, в зале занимался, да, и было легко выполнять любые упражнения, там, то есть не было каких-то травмоопасных ситуаций, только лишь какой-то тяжелый вес иногда там, да, приводил к повреждению связок. Когда много кальция ел, там лишнее, это не нужно, конечно, тоже нужно везде, чтобы баланс был, и солнце, качественная вода, сыроедение, правильный образ жизни, и вы будете идеально выглядеть. Если у вас еще гены хорошие, просто сказочные, 80-90 лет вы будете выглядеть просто шикарно. Плюс еще можно поставить руну на омоложение у сущностей, защиты различные, там, от порчи, сглазов, там, темных, и вообще будет все идеально, то есть руна будет следить за вашими внутренними органами, внешностью, и чем взрослее вы будете становиться, тем вы будете моложе выглядеть по сравнению со своими сверстниками и так далее. То есть это все уже факты доказаны, как бы, да, проверены на своих знакомых, близких, вот, людях, которые у нас на канале находятся. Очень много в интернете есть сыроедов, которые длительное время находятся на таком питании. Опять же, все нужно очень здраво делать, с пониманием, для чего вы это делаете, да, у многих, конечно, силы воли не хватает, значит, надо руну на силы волю прописать, там, руну на похудение, еще на что-то там, на желание это делать, чтобы у вас все это получалось. То есть с помощью наших сущностей через нас это тоже все можно сделать. И тогда вот все вот эти компоненты, когда совпадают, не нужно, там, ходить к массажисту, там, постоянно, к косметологу, там, к пластическому хирургу. Вот, то есть со временем, как бы, чем быстрее вы обратитесь, чем моложе вы, да, тем задел больше вы можете изначально сделать. Но опять же, переходить надо постепенно, чтобы не было стресса для организма, а не как многие сыроеды. Все, я в один день перешел, там, все, я стал сыроедом. Мотивация пошла, зашкаливает и все, и вперед. Ну вот, к сожалению, сущности, они дают другую информацию, что так не делать. Спасибо за внимание, пишите свои комментарии, увидимся на новых видео. Всего доброго, до свидания.